Всем привет! Сейчас у нас очередная серия XCOM Let's Play. Вернее, наоборот. Так, что у нас там было в прошлый раз? В прошлый раз мы... Ага, точно. Мы профукали целый транспорт и кучу солдат. Это было курьезно. Ну что ж. Так, Pursuit. Это уже хорошо. Но пока что... Нам нужно что-то другое. Надеюсь, меня слышно. Хотя, какая разница, все равно никто не слушает. Так. Что нам понадобится... Вот точно не помню, но по-моему... Совсем забыл древо технологий, но надеюсь, это тоже приведет к танку. Ифу Констракшн... Отлично. Так, мы все ближе и ближе к созданию идеального крафта. Ифу Констракшн... 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 подождите разве не ее грохнули ах так как главное что она есть к нам понадобится 6 человек даже 8 и все более менее толковые солдаты ранены ну что ж выйдем на этих на небо на речках то есть да что нам очень нужно новые лазерные линтовки новые пакеты вспышки начнем с лазерных линтовок в случае атаки нашей базы очень хотелось бы оставлять а да видимо нельзя мне в эту игру играть совсем забыл про покупки про покупки ну вот теперь все тарелка это очень маленькая и надеюсь мы ее догоним у у этого самолета новые плазменные пушки самая мощная ну не самая мощная но одно из самых мощных видов оружия полностью уничтожила мелкую тарелку то есть то есть не нужно добивать двумя пришельцев отлично маленькая продолжим что странно как это тормозит видимо здесь используется более 30 фпс как часто бывает в старых играх опять будет ночная миссия и опять нас порвут к сожалению потому что у нас не солдаты а какая-то фигня не не но к тому же ночью фигово бою как показала практика что р чего как мне внести приготовления поэтому что выливать маленькими отрядами хотя это и более опасно но ничего так что тут мы имеем мы имеем небольшой городок деревушку зато мы в самом углу карты это хорошо насчет пришельцев ничего еще не ясно надеюсь не сиктоиды и не снегманы ибо сиктоиды отлично видят в темноте а снегманы а снегманы просто охрененно крутые тарелка тарелка после обстрела из плазменных орудий очень часто погибает большинство пришельцев когда атакуешь маленькую тарелку так тут чисто я так близко друг другу ставлю солдат вдруг какого-то граната окажется так что мы имеем мы имеем снегмана вернее снегмен имеет нас это очень печальная история неужели повторится успех так называемый прошлой серии не хочет медаль мужик ну и ладно мачи ползущего гада а юнго морита или джанго хотя зря я хотел тебя только что проклинать и ты отлично стреляешь но пока генри какая то преднему европейская фамилия юнтер меберал андреа дэвис т побудешь у нас осветителя или не побудешь а видимо возле колеса кидать гранаты и осветителей нельзя так отлично у нас крупная тарелка больше тарелка больше трофеев больше злых снэйкменов которые будут нас мягко сказать убивать так наш герой джунго морита а такое ощущение что я зря трачу осветителя джунго морита джунго морита джунго морита джунго морита джунго морита джунго морита не хочу пользоваться попробовал кое как обойти и запустить фолла движение директ но у него 1300 фпс если замедлить до 30 чтобы снимать видео то игра как бы замедленном времени вот к сожалению не получилось сделать летсплей по моей одной из любимых игр так что мы имеем мы имеем мейкмена одного и второго ага вот вы где ну Даниэль тебе конец вторую стена ну теперь это точно конец так миссия потихоньку продвигается что уже радует тарелка как всегда расфигачена ну то есть не как всегда как как я и ожидал жаль конечно мы не получим элириума столь необходимого но по крайней мере у нас больше шансов выжить так ну сволочь ползучая будешь у нас в засаде подожди как тебе фамилия кем ага отличная фамилия для человека для человека который сидит в засаде так что тут у нас ничего не черт не оставил очков да и ладно все так потому что управляет ими я как это уже не становится смешным так кем продолжает уберечь ты ты тоже Живи здесь, отлично. Ничего. Так. Нужно нам подсветить эту траву. Ну ладно. Так. Отлично. Кемп кого-то. Засадил, так как он в засаде сидит. И успешно убил. Молодец. Если бы он мог, выписал бы ему медаль. За кемперство. А себе за криворукость. За принесенную жертву Андрею Дэвис. Из-за того, что... У меня очень глупая привычка тыкать не туда, куда надо. По сути, вся игра это тыка не куда-то. Так. Надеюсь... Вся эта битва не займет много времени. Вот так вот. Живи. Приказы надо было выполнять. Но ничего, у нас есть... Кэмп. Возможно, даже сержант кемп. Потому что... Солдов нас довольно много. Поэтому должно быть много сержантов. Особо не вникал, как работает система званий в этой игре. Но вроде как на определенное количество рядовых есть сержант, на пару сержантов есть капитан, на пару капитанов полковник или... Что? Ты куда стреляешь? Сволочь. Ты... Только что чуть... Ты только что ранил... Своего... Ну... Ты, блин, даешь. Это... Это... Да я понимаю, бывают косые люди, но, блин, но чтоб промахнуться и куда-то в пяти метрах стоящего от цели союзника попасть. Ну да, товарищи. Отлично воюем. Так. Уже лучше. Предателя надо убивать, да? Правильно. Конечно, жаль, что у меня нет мим с собой. Сейчас бы мне очень пригодилась одна... Вы меня радуйте, мистер Хэккемп. Подождем этого сволоча скрытного. Ну, висит на сволочь. Каждый солдат стоит 40 тысяч. 40 тысяч. Блин, я так разорюсь с ними скоро. Молодец. Так, что-то мне не нравится то, сколько нас осталось из живых. Кемп займется тем, чем обычно. Занимается товарищи с такими фамилиями. Ты скрытный ублюдок. Ничего. У меня есть граната. Пожертвуй за своей жизнью. Ради благой цели. От этого выстрела будет зависеть все. Ну да. Потерял семерых оперативников. Ха-ха-ха. Черт возьми. Все-таки я в эту игру играю охреново. Зато у нас новый сержант на базе Апфельм. И теперь нам нужно нанять еще пару солдат. Не ценю я их жизни. Ну что ж, до следующей серии. Всем пока. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok